Отмечаем всемирный день сна. Знаете ли вы, что человек проводит во сне целую треть своей жизни? Я не знала, неожиданный факт, кстати. Вот так вот, Валя. И это не лень, а необходимость. Ведь во время сна обновляется состав крови, приходит выздоровление и появляются новые свежие силы. Ну а лишение сна это одна из самых жестоких пыток. А еще во время сна приходит самый блестящий день открытия и даже мелодии. Менделеев говорят, вот вообще свою таблицу видел именно во сне. Не спать! Подробности прямо сейчас. Добрый сон заинтересованы в этом все, а работодатели и тренеры в первую очередь. Уже доказано, качественный сон – хорошие результаты в труде и спорте. Василий Фуса в боевых искусствах уже почти 15 лет. Последние четыре обучают детей боксу и кикбоксингу. Спортсмен уверен, выспаться перед соревнованиями значит набраться сил. А это залог будущей победы. Сон – один из основных факторов для правильной тренировки. Чтобы у спортсмена хорошо работали все функции. То есть защитные функции, функции умственные. Если спортсмен не будет высыпаться, то у него падает реакция, падает скорость, падает внимательность. И тренировка, как таковая, становится не очень продуктивной. А еще бессонница убивает чувство юмора, внимательность, да и вообще здорово подрывает здоровье. На фоне бессонницы могут развиваться целый ряд заболеваний. И сердечно-сосудистых заболеваний, и психологических проблем может быть разнообразных много. Как же бороться с бессонницей? Если человек здоров, достаточно соблюдать ряд правил. Прежде всего, правильно организовать спальное место. Комнату проветрить, а кровать проверить. Кстати, очень важно выбрать правильную постель. Она должна быть не слишком мягкой, тогда мышцы не расслабятся. Ну и не слишком жесткой, тогда будет лишнее давление на скелет и мускулатуру. Идеальный вариант – постель средней жесткости. Вот на такой кроватке можно и поспать. Для хорошего ночного сна необходима полная темнота. Свет сделает сон поверхностным, и полной перезагрузки не случится. И вот еще несколько правил хорошего сна. Конечно, непосредственно перед сном нельзя заниматься физической какой-то активностью. Желательно избегать просмотра телевизионных программ непосредственно перед сном, работы у компьютера, потому что это тоже вещи, которые возбуждают нервную систему. Между приемом пищи и последним сном должно пройти не менее трех часов. При этом пересыпать тоже плохо. Нормальная длительность сна для взрослого человека – 7-8 часов, для детей – 10 часов. А вот женщинам можно поспать на часок дольше мужчин. Они более эмоциональные. Это снизит их гиперактивность и раздражительность. Впрочем, известно еще одно древнее правило хорошего сна – «Лучшая снотворная спокойная совесть». Спят медведи и слоны, дяди спят и тети. Все вокруг спать должны, но не на работе. Николай Матюнин, Максим Максимов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.